Если людям хочется закупать это, то пускай. Да вот, мне кажется, из молодежи этим мало кто занимается будет. Чтобы прям ходить закупать какие-то крупы или какие-то специальные товары, нет, не знаю. Ну, на всю жизнь не запасешься. Как всегда, вот что у меня есть, то и есть. Не хватает продуктов. Вон собаки овсянку купить сегодня не могла, бегала и искала. То есть, как бы полки полупустые, конечно, плохо. Ну, я не вижу смысла все равно закупаться. У нас магазинов много, в одном не найдешь, в другом найдешь. Ничего, есть время побегать. Я понимаю, что вирус, коронавирус, но я не считаю, что нужно как в голодную войну стоять и в очередях здесь, во всяком случае, во всех магазинах все одно и то же есть. Просто ради этого коронавируса все цены повысились. Вот это единственное, что у меня. Все, гречка повысилась, макароны повысились, все повысилось. Ну, в принципе, все есть. Макароны и сахар, все есть. Но все скупают. Ничего не запасаю, ничего, это без толку все. Но тоже придется постоять. Не знаю я, где такой рис, еще такой отдел, где. Есть рядом и тоже очередь. Как все стоим? Ну, ничего нельзя купить. Вообще, вот подойти невозможно купить. Очередь стоит. Мне вот надо пачку хлопьев, овсяных, я не могу купить. Что случилось? Война, что ли, ожидается? Ну, я вот смотрю, очереди просто стоят, и все. Поэтому я и говорю, с ума сошли. Вплоть до туалетной бумаги. Конец света. Сейчас раскупят старое, потом новое привезут. Нет причин для беспокойства, считай. Ну, вот, села немножко и все. А что взяли? Да и все. Что обычно. Вот вермишелька, здесь вот кофе, и гречка, пакетика, все. Да. Килограмм рис, килограмм гречку, банк, горошка зеленого. Все. Ты до запаса или дошли? Нет, то, что я всегда беру. Вот зарплату получила, вот иду. Все в три раза больше покупается. Ажиотаж страшный. По крайней мере, гречка за пять минут ушла. Субтитры сделал DimaTorzok